По постановлению номер 706 от апреля 2023 года, члены семей военнослужащих в частных военных компаниях имели право на региональную меру поддержки в виде денежных средств. Как показала практика, за неимением возможности получить бойцам ЧВК «Вагнер» справку с последнего места несения службы, которое является основным подтверждающим документом о прохождении службы на СВО, данная выплата оказалась невозможной. Поручено главой изучить опыт других регионов, как вообще в целом по России обстоят выплаты по ЧВК. Вот 80 регионов мы изучили и для себя отметили, что во всей России только в двух регионах приняты соответствующие региональные нормативно-правовые акты, которые устанавливают выплаты из регионального бюджета в случае смерти бойца из ЧВК. Это у нас Коми и Мариел. Но одно обстоятельство, там деньги выделяются независимо от того, где ребята служили. Но обязательно при этом военкомат местный подтверждает своим списком, своей подписью, что да, действительно данный боец служил в зоне специальной военной операции и погиб при исполнении своего воинского долга. Два региона у нас оказалось, что выделяют единовременную материальную помощь в связи с расходами на их погребение. Это у нас наши соседи республика Хакасия и Владимирская область. Владимирская область выделяет 80 тысяч рублей, а Хакасия выделяет 100 тысяч рублей. Таким образом, для того, чтобы не нарушать права военнослужащих ЧВК «Вагнер» и их семей, было принято решение исключить их из 706-го постановления, которое не давало возможность получить помощь единовременной выплаты. Так, было принято решение разработать отдельный порядок для предоставления членам семьи единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч рублей на мероприятия, связанные с погребением. На текущий момент нам в Минтрут обратилось 48 членов семей, погибших ребят из ЧВК «Вагнер». Мы со всеми отработали. На данный момент мной на этой неделе была подписана пояснительная записка, и мы запустили на согласование правительства соответствующий проект постановления о выделении для 38 членов семей, это 3 миллиона 800 тысяч рублей. Соответственно, в ближайшее время будет вынесено на заседание правительства и будет принято соответствующее решение о выделении данных средств. У оставшихся 10 человек на сегодня отсутствуют некоторые справки. С ними Минтрут Тувы поддерживает связь и полностью их сопровождает. В ближайшее время их заявления также будут подписаны, и они получат единовременную материальную выплату в размере 100 тысяч рублей.